Привет всем, с вами Антон Кальченко и мы с вами поговорим о использовании модуля ApplyPackTransformation. У нас с вами есть простая сцена, солнце садится за горизонт, но сейчас оно немножко не садится, давайте мы это исправим. Перераспределим наш граф. Уберем солнце за лес и теперь у нас солнышко садится, но нет отражения. В принципе мы можем просто использовать дубликат слоя, но если мы не знаем точный тайминг и если у вас будет солнце садится или вставать несколько раз в вашем фильме или сериале, то все время поправлять анимацию неудобно. Для этого мы воспользуемся модулем ApplyPackTransformation. Если у вас нет вкладки NodeLibrary, это не беда, вы нажимаете на плюсик и добавляете модуль NodeLibrary. И здесь в секции Move мы берем ApplyPackTransformation и соответственно нам понадобится еще и Pack. Модуль Pack. Поэтому мы сделаем небольшую сборку вот таким образом. Сейчас у нас с вами такая ситуация, что солнце и трансформируемое отражение находится в одном месте, в том же месте. Давайте мы это исправим. Прежде чем исправить опорную точку мы отредактируем и переместим ее в центр. Теперь мы можем смело отражение с вами переместить. И у нас с вами получается такая история. Солнце отражается в воде. Но выходит за рамки нашей водной глади. Не беда. Мы с вами воспользуемся маской. Возьмем модуль Cutter, который у нас с вами вырежет ту часть, которая будет выходить за рамки картинки. Да, и у нас с вами получается такая история. Подключаем модуль. Инвертируем маску. И сейчас все элементы маски участвуют. Да, поэтому исключим. Оставим только водную гладь. Как это сделать? Смотрите. У нас есть замечательный модуль. Либо Color Override, либо Color Selector. Мы введем Color Selector, чтобы взять цвет водной глади. Подключаем. Настраиваем Color Selector. И берем воду. Сделано. И у нас замечательно все, что выходит за рамки воды. Замечательно вырезается. Так, пол дела сделано. Давайте теперь мы сделаем дорожку. Лунную. Не лунную, а солнечную дорожку. Давайте немножечко подисказим наше с вами отражение. У нас с вами получается такая ситуация. Но сейчас достаточно так топорно получается. Давайте мы добавим искажения к отражению. Будто у нас есть и рябь или небольшая волна. Для этого у нас есть с вами деформер под названием Turbulence. Перейдем его сюда. Подключаем его Playback Transformation. Он исчез. Почему? Потому что у нас с вами OpenGL Preview окошечко. Поэтому переведем его в рендер. Нажимаем на цветной цветочек. И у нас с вами есть отражение. Ничего не изменилось. Потому что у нас модуль Turbulence не настроен. Давайте его поднастроим. Ведем Амплитуду. И у нас с вами начнет солнце искажаться. Так. Теперь Немножечко добавим частоты искажений. Немножечко. Да, я сказал. Немножечко. И у нас с вами искажается отражение с помощью водной глади. Но искажения по оси Y и по оси X они одинаковые. И выглядит это немножко не совсем реалистично. Поэтому давайте мы сделаем по каждой оси отдельно. И частоту, и амплитуду. И немножечко добавим зернообразие. Здесь на ваше на ваше усмотрение. Но у нас с вами, да, получилось вот такая вот история. Может быть еще бы добавить цена. Ну это опять таки на ваш взгляд. Как вы посчитаете будет интересно. Можно чуть-чуть добавить сложности в этих искажениях. Ну, здесь, наверное, не надо. И у нас получается вот такое вот замечательное отражение. Что еще хочется сказать? Что если у вас солнце садится медленно, то скорость волн будет тоже очень медленная. Для того, чтобы это исправить, мы можем взять еще один модуль пэк. Подключить его к терпуленцу. И анимировать этот модуль. Если вы посмотрите, да, то искажения воды тоже будут изменяться. можно взять так. На ваше усмотрение. И вы можете получить такое достаточно артовое отражение воды. Ну, на этом вот эту первую часть мы и закончим. Удачи!